Как пить воду, чтобы не умереть летом? Здравствуйте! Приветствую вас на канале доктор Скачко! А я фитотерапевт, диетолог, натуропат доктор Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг вы можете купить и через интернет. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать, как пить воду, чтобы не умереть от инфаркта, либо инсульта, острой сердечной недостаточности, либо перегревания летом. Часть экспертов утверждает, что вопрос решается просто. В летнюю жару нужно больше пить воды, и вы в безопасности. Но! На мой взгляд, эта рекомендация вредна для здоровья абсолютного большинства. А если у вас ослаблена работа сердечно-сосудистой системы, иными словами, есть заболевания сердца, либо сосудов, атеростероз сосудов, миокардиодистрофия, гипертоническая болезнь, ветососудистая дистония, пороки сердца, либо сосудов, то эта рекомендация может угрожать и вашей жизни. Почему эта рекомендация пить больше воды? Часто рекомендуют полтора, два и более литра в сутки. Вредна абсолютно всем. Я покажу на простой табличке. Если схематически представить организм, то есть клетка, где идет обмен веществ и содержание воды у детей и взрослых. Есть санитеткань, через которую идет питание клеток и удаление конечных продуктов жизнедеятельности с содержанием воды у детей и взрослых. Есть кровь как основная связующая система в организме с содержанием с объемом 4-5% от массы тела и с очень небольшим объемом свободной воды. Примерно 200 мл свободной воды находится во всей кровеносной системе взрослого человека. У ребенка меньше. И в обычных условиях эта система через кровь удаляет воду. Через кожу и легкие работает система терморегуляции. Через почки работает система очищения вашего организма. Расходы вот эти объемы, накопленные в организме ранее. Если вы считаете, что вы можете лучше обеспечить свой организм, чем система саморегуляции, вы просто больше пьете воды. Вода попадает в желудочно-кишечный тракт, всасывается в кровь. Естественно, будет удаляться через кожу, через легкие, чтобы обеспечить охлаждение организма летом. А также через почки. Летом очищаться тоже нужно. Но! Можете ли вы точно знать, сколько миллилитров воды ежеминутно нужно вашему организму для охлаждения и для самоочищения? Гадать здесь нельзя! Если вы даете мало воды, кровь более густая, и ваше сердце вынуждено перекачивать более густую кровь, оно должно иметь запасную мощность, соответственно, будет изнашиваться. Если вы пьете слишком много воды, у вас другая проблема. Слишком большой объем крови вынуждены перекачивать ваше сердце. У него выбор без выбора. В любом случае, ваше сердце будет терять свои возможности. Если вы были относительно здоровы, вы быстрее попадете в кабинет кардиолога. Вот если вы уже в кабинете кардиолога частый гость, вот эти игры могут еще хуже закончиться. Поэтому просто пить воду не нужно. Даже если вы знаете те ориентиры, о которых я часто говорю в своих видео. Да, появилась сухость во рту. Это значит, что объем свободной воды в кровеном системе уменьшился. Но эта ситуация не опасная. У вас есть возможность правильно выпить воду и компенсировать потери воды. Восстановить водный баланс. Правильно его поддерживать. Хуже, если у вас появилось чувство жажды. В этом случае у вас уже выбора нет. Вы пьете любую воду, включая неочищенную болотную. От инфекции, которые таким путем попадут в ваш организм, вы погибнете через несколько дней. А чувство жажды может остановить ваше сердце здесь и сейчас. Поэтому тут рисковать не нужно. Нужно правильно ориентироваться. Но для того, чтобы правильно ваш организм участвовал в процессе охлаждения и самоочищения летом, есть один очень знающий орган. Который точно знает, сколько воды вам нужно. Это не ваша интуиция. Это не врачебные знания. Это ваш гипоталамус. Который в естественных условиях самостоятельно управляет этим процессом. И для того, чтобы это управление, эта саморегуляция происходила правильно и самое главное безопасно для вас, нужно не водой пытаться ему помочь, а правильно создавать резервы и поддерживать резервы в клетке и в санитетканях. Откуда ваш гипоталамус будет расходовать правильно на охлаждение и очищение организма. Если вы понимаете разницу между этими двумя процессами, не забудьте поставить на это видео лайк. Я думаю, уже пора поставить лайк на это видео. Понимая, что здесь, в этом процессе либо ваше здоровье, либо на кону стоит ваша жизнь. И это серьезная проблема. А вот как правильно помочь вашему гипоталамусу обеспечивать бесперебойную работу вашего организма, в том числе и в летний период, вы узнаете прямо сейчас. Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью в летнюю жару, нужно не просто знать, как пить воду, чтобы не умереть от инфаркта, либо инсульта, а как перебросить воду через кровь. Это достаточно серьезный барьер для некоторых видов воды, но не для всех. И полезный совет диетолога. Для того, чтобы вода проскочила кровь и наводнилась энту тканей клетки, и дала возможность вашему гипоталамусу экономно расходовать каждую каплю воды и на охлаждение организма, и на очищение, применяйте систему под названием фрукторианство. Сочные фрукты и ягоды содержат не просто достаточно много воды, причем очищенной растениями. Но! Это не простая вода! Это связанная вода с теми полезными веществами, которые находятся в соках этих плодов. Именно эта вода вместе с полезными веществами пройдет спокойно вашу кровь, окажется в санитетканей в клетках, и тут ваш гипоталамус включается в работу. Эта система проверена в условиях жаркого и влажного климата. И люди, которые ее там применяют, они живут дольше. Кто использует белковую пищу в таких же жарких условиях живет меньше. Белки вносят в организм 9 килокалорий, из них 5 рассеивается в виде тепла. И в летнюю жару белки могут вызвать легко перегревание организма. Более того, после белковой еды несколько часов у вас жесткий высокий кардиологический риск. И почему он возникает, я вам расскажу буквально прямо сейчас. Как только кусок мяса, рыбы, либо птицы, либо другой продукт со значительным содержанием белка попадает в желудок, на него выделяется желудочный сок. В составе которого примерно 1% это соляная кислота, это пепсины, а 99% это вода, которую ваш желудок возьмет из кровеносной системы. Иными словами, трафик воды через самую ткань и кровь в ваш желудок резко увеличился. И одно дело, если вас окружают достаточно комфортные погодные условия с температурой окружающей среды ниже, чем плюс 24 градуса по Цельсию. температурный оптимум напомню, для человека от плюс 18 до плюс 24 градусов по Цельсию. Если вы в таких комфортных условиях, даже человек с ослабленной сердечно-сосудистой системой легко перенесет такую нагрузку. А если вас окружает летняя жара, когда температура плюс 24 градуса по Цельсию и выше. И чем выше температура, тем более значительный трафик воды у вас идет через сенту ткани кровь. Для системы терморегуляции испаряясь через кожу легкие. Ну и для очищения организма через почки. И дополнительная нагрузка может эту систему нарушить. Если у вас после белковой пищи появилось чувство жажды, это показывает, что ваш гипоталамус не успевает поддерживать кровь в более жидком состоянии. и вы жестко рискуете. Причем удовлетворить такое чувство жажды в домашних условиях у вас вряд ли получится. Если вы просто выпьете воду, вы разбавите желудочный сок и пищеварение затормозится. Да, возможно белки теперь полноценно не будут переварены. В кишечнике будет выделено на них меньше соков. Потому что все равно бессмысленно переварить то, что не переварилось в желудке. Поджелудочный и тонкий кишечник вас не подстрахуют. Но! Ни одна капля воды из желудка не попадет в кровеносную систему пока пищеварение закончится. А пока белки будут идти по кишечнику, будет гниение белка, будет вздутие живота. И еще один кардиологический риск иным путем возникает у вас. Вздутие живота поджимает диафрагму, ограничивает перемещение крови из брюшной полости в грудную гипоксии. И очень легко расплатиться за такое неблагозумное отношение к своему здоровью инфарктов. Сердце очень зависимо от кислорода. И возможно не самые простые события в вашей жизни. Поэтому белковую пищу я бы исключил всем в летнюю жару. Особенно тем, у кого даже есть подозрение на проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому полезный совет диетолога жизненно важный. Не забудьте его применить и наступить на горло своему аппетиту. Если он у вас разыгрался в летнюю жару. Да, есть другие более скромные по белкам продукты. Это овощи, это фрукты, это ягоды, которые помогут вам пережить летнюю жару, правильно пить воду и дожить до более спокойного периода года. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк, если вы еще не поставили. Можете написать свое мнение в комментариях. А я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах Доктора Скачков и Школа Доктора Скачков. Субтитры сделал DimaTorzok